Мы продолжаем читать первый том Добротолюбия и начинаем читать последний, четвертый сборник, который озаглавлен из речения святого Антония Великого и сказания о нем. Здесь иногда небольшие отрывки, но по преимуществу достаточно много разных повествовательных моментов, когда к Антонию кто-либо приходит, спрашивает, или какой-то случай, рассказ описывается из жизни Антония, в том числе и известная история о башмачнике Александрийском, которому посылается Антоний Великий. Все это как раз в этом четвертом сборнике первого тома Добротолюбия, сборнике из речения Антония Великого. И вот начнем мы с третьего слова. «Спрашивал его осем Авва-Памва, и он ответил ему, не уповай на свою праведность, истинно сокрушайся о прошедших грехах, обуздывай язык, сердце и чрево». Тоже вполне знакомые слова, которые мы постоянно слышим, и к которым в силу этого достаточно хорошо привыкли. Но, как мы уже говорили, всегда важно прочитать слово свежими глазами. И вот вспомним, увидим здесь главную мысль – не уповай на свою праведность. Конечно, он говорит это все-таки Авве-Памве, который был достойным подвижником, одним из великих египетских отцов, который действительно с нашей точки зрения мог подумать о себе, что он праведный, великий, тем более, что речь-то идет о людях, которые пришли в эту пустыню, ну так же почти как Антоний Великий, то есть не совершив никаких особенных грехов, которые совершаем мы даже после того, как пришли и стали христианами. И можно было бы таким людям, как Авва-Памва, подумать, что они действительно праведны. Это, по крайней мере, кажется логичным. Гораздо менее логично то, что мы, грешащие постоянно, не умеющие молиться, не воздерживающиеся практически ни от чего, что есть в этом мире, что явлено в этом мире, ни в чем себя не ограничивающие практически. И тем не менее, позволяем себе думать о том, что мы не грешники, мы гораздо лучше прочих, потому что мы сравниваем себя с теми, кто, как нам кажется, хуже нас. И поэтому эта заповедь, она и нам тоже важна. Никогда не думай, не уповай на свою праведность. Никогда не думай, что ты находишься в состоянии, когда тебе ничего не грозит. То есть, когда ты уверен, что в такой же нравственно-духовной чистоте, в которой ты сам себя ощущаешь, ты прибудешь и завтра, и через неделю, и через год. Вот эта надежда на то, что я непоколебимо встал на путь правды, она очень вредна и пагубна, потому что она показывает самонадеянность. Человек, который подумал, что он не сможет упасть, что правда его и привычки его к праведной жизни, они его оградят от всех неприятностей этого мира, оно ставит человека в очень опасное состояние. Практически, как бы исключая, конечно, возможности долготерпения и милости Божьей, он практически всегда со стопроцентной уверенностью видит человека, который говорит, слышит человека, который говорит, что он приобрел такие-то, такие качества, и поэтому уверен, что с ним ничего подобного, что произошло с его соседом или с его давным знакомцем или другом, ничего подобного не произойдет. Приходится констатировать, что происходит. Именно в том, что человек говорил, что это невозможно, именно это и происходит. И вот важно приобрести, то есть надо иметь такое состояние, чтобы человек всегда думал, что он существо непостоянное, что соблазнов в мире много, что единственная опора его жизни, единственный фундамент его жизни, камень, который стоит во главе угла, это благодать Божья, это Христос, это его любовь, защита, благодатная помощь, утешение. Если Бог меня не оставит, то тогда, быть может, сохранюсь в том устроении, в котором сейчас нахожусь. Если Бог меня оставит, если Бог меня забудет, если Бог отвернет от меня свой лик, я стану гораздо хуже тех людей, над которыми сейчас, быть может, превозношусь, над которыми я сейчас посмеялся, на которых пренебрежительно посмотрел. И вот ведь именно это, если проходить внимательно практику духовной жизни, именно это и есть самое страшное, самое опасное. Не съеденная нами лишняя ложка какого-нибудь постного или мясного борща, не тот фрагмент какой-нибудь рекламы, который случайно попал в поле нашего зрения. Это все не опасно. Благодать Божья покроет нас. Если бы она и сейчас не покрывала, мы бы не смогли сохранить ничего вообще среди этого развращенного мира, этого разлагающегося мира, как, собственно, об этом и говорит Христос, что именно по благодати Божьей, если бы не Господь, то мы были бы такие же, как Содом и Гамора. Все бы. Только благодать Божья, распростертая над нами, хранит нас. И не случайные рекламы, ролики, кадры, слова, какая-нибудь нелепая одежда или не совсем приличная одежда лишают нас того устроения перед лицом Бога, в котором пребываем. А вот это высокомерие, с которым мы посмотрели на пьяного человека, на хохочущую молодежь, на человека, который плюнул в сторону священника или приходя мимо храма. Вот это высокомерие, пренебрежение, это ощущение, что он ниже меня, а я почти уже в Царстве Божьем, вот это разрушает нашу духовную жизнь и ничто в мире не разрушает его быстрее, чем это. Мы все знаем притчу о мытаре и фарисее, мы все знаем притчу о блудном сыне, забывая, не уделяя должного внимания именно тому, другому герою этой притчи, тому, который не захотел войти в дом, в который вошел его брат, вернувшийся после тяжелых, кризисных переживаний, борений, страданий, горя, и он не вошел, чтобы поприветствовать брата своего. Мы все это знаем, мы почти наизусть выучили эти притчи, мы знаем все, что говорит Бог в отношении фарисейства, в высокомерии, мы готовы цитировать наизусть главы из Евангелия от Матфея, скажем, 23 главу Евангелия от Матфея с обличительными речами в сторону книжников, лицемеров, фарисеев, и всякий раз падая и падая, падая и падая, мы думаем, что причина в этом одна, сатана позавидовал нашей стабильности, нашей праведности, нашей чистоте, и он нас запнул, вот нехорошее существо, вот из-за кого мы так страдаем, вот бы как-нибудь от него защититься, ну естественно как, мы сходим, причащимся, повесим еще одну иконочку в доме, прочитаем еще лишний раз молитву, Господи помилуй, будем пить почаще святую воду, и это защитит нас от действий лукавого духа, но если не защитить, то мы еще что-нибудь изменим во внешних обстоятельствах нашей жизни, чтобы защититься от него, так и не поняв никогда, что именно уверенность в нашей праведности, упование на нее, высокомерное отношение к ближним, особенно к огрешникам и нечестивым людям, вот что сокрушает нас под ноги наших врагов, духовных имеется ввиду, вот что приводит нас к падению, и об этом единогласно говорят все святые отцы, от Антония Великого, жившего в IV веке, до Силуана Отцова Афонского, который умер в XX веке, все они говорят, это единственная причина, важнейшая причина, и единственная для человека, которому кажется, что он грех поборол, почему он вновь и вновь возвращается ко греху. Но кроме этого, конечно, Антоний Великий здесь говорит не только об уповании на собственную праведность, и говорит, что важно, чтобы человек никогда не забывал о прошедших грехах, и мы уже читали, видели, вспоминали совсем недавно послание апостола Петра, в котором он говорит, что условия человеческого возрастания во благодати, возрастания во Христе, есть память о совершенных некогда грехах, а мы должны об этом помнить постоянно, не потому, что они не прощены, а потому, что они были сделаны нами, потому что мы их сделали, и мы их почему-то сделали. И стало быть, если мы не будем всеми силами устремляться к Богу, корень этого греха в нас есть, он живет, и он никогда не умрет, пока не умрет это наше тело. И поэтому мы всегда должны помнить для того, чтобы не вернуться, то есть помнить то состояние, из которого взяты благодатью Божьей, чтобы не вернуться к этому состоянию. Кроме того, память о своих грехах, она смиряет нас, а смирение сохраняет о благодати Божьей. Третий, как сказал, когда-то, казалось бы, настолько далекий от духовной жизни, уж тем более от православной традиции, человек, как Чарли Чаплин сказал своей дочери Джеральдине, он говорит, «Ты хотя бы раз в день, выходя на улицу, говори всем своим сердцем, смотря на окружающих тебя людей, я такая же, как они». Вот эта мысль, которая очень важна, важна для стяжания правильного устроения во Христе, чтобы и память о грехах помогает мне это вспомнить, помогает мне это действительно искренне говорить, что я такой же, как они. Смотри, какой пьяница стоит на улице, разве я никогда не был таким? Разве когда-нибудь, хоть раз в жизни я не позволил себе выпить больше, чем нужно? Или там человек, который что-то украл в больших размерах? Разве нет людей, которые мог бы сказать, «Разве я действительно чего-то чужого не утаил?» Где-то не заплатил налоги, где-то мне кто-то что-то простил, где-то я что-то решил взять, думая, «Да это все равно ничье». Где-то я вытащил чью-то валяющуюся доску и принес ее домой, не спросив, чья она. А может быть, человек потом искал, да мало ли что, в нашей жизни бывает, может быть, и неназываемое с юридической точки зрения воровством, но когда мы взяли чужое, когда мы действительно сделали не то, что велит нам заповедь Божия, мы должны быть, в нас должны быть те мысли, которые родились в сердцах тех самых фарисеев, книжников, священников, стоящих около женщины, взятых в прелюбодеянии, та мысль, которая развернула их от нее и потащила их домой, та мысль, которая не позволила бросить в нее камень, хотя, несомненно, судя по всему, они не были прелюбодеями, и никто из них именно в этом грехе не грешен, но кто не грешен перед Богом вовсе? И вот эта память о грехах помогает нам не то, что уйти от женщины, взятой в прелюбодеяние, а не привести ее на суд, пожалеть ее, как говорит однажды Ава Пимен, распрости одежду свою над грешником, покрой его, пожалей его, скрой грех его, чтобы никто не увидел. Мы читаем об этом в скитских потеряках, мы помним об этом, если мы вообще читаем опыт святых отцов, но в жизни с нами происходит что-то совсем другое в виде согрешающего человека у нас в нашем сердце обретается одно единственное чувство, чувство справедливого негодования, как он смеет, как он может. И вот это и есть то, что не дает нам даже приступить к началам духовной жизни. И еще говорит Антоний Великий в этом слове о том, что мы должны обуздывать язык, обуздывать сердце и обуздывать чрево. По поводу языка мы уже читали слова Антония Великого и вспоминали слова, которые говорил апостол Яков, повторять сейчас не будем, обуздывать чрево и обуздывать сердце, то есть не быть слишком падким на разные чувственные удовольствия, на именно какие-то получения душевных удовольствий, настижание душевного комфорта. Да, пусть он будет. В конце концов, мы всегда можем сказать, что мы не монахи, мы не отшельники, и жить в этом мире без такого напряжения, которое есть у отшельников, среди стольких соблазнов и интересных вещей, трудно, потому что хочется же действительно прикоснуться к тому или иному удовольствию, радости и улетешению, и это не запрещено, и это никто не называет грехом. Важно только и в этом иметь меру и не позволять себе утешаться, или расслабляться, или пускать свое сердце во вся тяжкой, всегда иметь некий внутренний контроль над своим сердцем в виде ума, о контроле, о котором мы так много говорили, читая второй сборник из речений Антония Великого. Мы, конечно, ни одно из этих предложений Антония не исполняем, и поэтому нас ничего не получается. Вот этот несколько вопросов, которые мы разбираем, в том числе и вот разобраны нами третье слово, они помещаются в книге Добротолюбие под заголовком «Что же делать?» То есть это все ответы на вопросы «Что делать, чтобы спастись?» И мы тоже говорим и задаем такие вопросы и слышим звучащие вопросы, обращенные к нам, «Что делать, чтобы спастись?» И вот получается, что мы все делаем наоборот. Мы ничего не делаем из того, что необходимо для спасения. И понятно даже почему. Мы понимаем, что мы должны делать. Но так просто, так кажется естественно сделать условия нашего спасения и вот эти необходимые принципы нашего спасения перенести из внутреннего делания во внешнее делание. Это так удобно, это так легко обгородиться внешним деланием, чтобы ничего не делать в работе над собой, ничего не делать из духовного. и собственно на этой почве и вырастает то пагубное фористейство, о котором обличительно говорит Христос. Слово пятое. «Иной некто спрашивал его, что мне делать, чтобы угодить Богу?» Святой Антоний отвечал, «Куда бы ты ни пошел, всегда имей Бога пред своими очами. Что бы ты ни делал, имей на то свидетельство в Писании, и в каком бы месте ты ни жил, не скоро уходи оттуда, соблюдай эти три заповеди и спасешься». Ну просто ведь несколько слов, вот буквально пять строчек и дан ответ, простые вещи, и их много можно вообще встретить, особенно в ранней эскетической письменности в ту эпоху, когда ходили отцы, ставшие героем, героями так называемого древнего потеряка. Собственно, именно отсюда из этой книги и вставлен этот сюжет. Простые три требования, не очень сложные, но тем не менее, эти принципы созидают духовную жизнь человека. И нам, например, кроме того, чтобы применять эти слова к себе, пытаясь на них построить свою собственную духовную жизнь, было бы не бесполезно запомнить о том, а может сделать так, как это делает московский священник, протеерей Артемий Владимиров, напечатать или написать от руки на небольших бумагах подобные слова, и когда спрашивает человек, просто давать им, вот смотри, это не я говорю, простой рецепт, что делать, чтобы угодить Богу, смотри, как просто, делай все по Писанию, всегда имей Бога перед своими очами, и никуда бы ты ни пришел, не скоро уходи оттуда, но помни о Боге, он говорит, это не обязательно, эту мысль очень любит святитель Феофан Затворник, это не обязательно напряженная, долгая, непрестанная Иисусова молитва, человек может и не уметь молиться, он может просто не знать, что такое Иисусова молитва, Иисколь мы знаем много простых людей, которые не искушены были в этом молитвенном делании, но они всегда имели Бога пред своими очами, куда бы они ни ходили, они помнили о Боге, и если мы вспомним ветхозаветные тексты, которые являлись для святых отцов аскетов основополагающими, то ключевая мысль, рефреент, звучащий там «Помни Господа Бога твоего всегда». Именно из-за того, чтобы помнить о Боге и родилась практика Иисусовой молитвы. Она не есть суть и цель, она и способ, и метод для того, чтобы человек всегда помнил о Боге. Но если человек может достичь каким-то другим способом, путем, методом достичь этой памяти о Боге, тогда пусть достигает. И человек может действительно, я не встречалась, может, немного, но два-три человека за мою жизнь я встречал, которые не знали, по крайней мере, двое из них в жизни не слышали никогда о молитве Иисусовой, но при этом они никогда не забывали о Боге. где бы они ни были, готовили еду, топили печь, ходили на работу, не всегда мысли у них были о Боге, о том, что Бог на них смотрит, что Бог постоянно с ними, они не могут солгать, они не могут обмануть, они не могут взять чужое, Бог же видит, они не могут совершить что-то наглое, они не могут рассердиться на человека, который по отношению к ним повел себя нагло, потому что Бог-то ведь смотрит, я сейчас рассержусь на него, и Бог посмотрит на меня сукаризной, почему я не претерпел, ведь Он, вися на кресте, претерпел все, вот люди простыми мыслями без напряженного молитвенного дела достигли то, ради чего это напряженное молитвенное дело и существует, ходить перед Богом, и все делать в присутствии Бога со страхом Божьим, все, что мы делаем, на все нужно иметь свидетельство Священного Писания, конечно, но для этого его нужно по крайней мере прочитать, вряд ли, конечно, прочитав один раз Ветхий Завет или один раз Евангелие и апостол, вряд ли мы сможем иметь на каждое событие нашей жизни свидетельство Священного Писания, для этого нужно знать, а знать мы можем только если будем постоянно читать, только постоянно исследовать, и мы видим, что многие святые отцы так делали, тем или иным способом, Иоанн Кронштадтский тем, что ежедневно служил службу, а Серафим Саровский тем, что ежедневно читал священные книги, священное Писание, апостол или Евангелие, что там приходилось в зависимости от дня, и поэтому действительно, когда человек весь погружен в Слово Божье, ведь это Слово Бога, обращенного к нему, если он действительно его знает и слышит, и постоянно в нем получается, тогда оно поможет ему всякие непонятные, трудные, смутные обстоятельства жизни разрешать в соответствии с волей Божьей. И третье, не торопись никогда уходить с того места, на котором ты находишься. Нет категоричного запрета. Антоний не говорит, что никогда не уходи с того места, где ты находишься. Не торопись. Ты должен получить пользу. Ты пришел на это место по воле Божьей. И ты должен получить плод с этого места. Ты должен перетерпеть, если это трудно, и перетерпеть, если это не трудно. Только тогда, когда ты получил плод, когда ты стал наполненным сосудом, ты можешь перейти на другое место. Но важно именно этот плод стяжать. И с другой стороны, мы можем сказать, что сами по себе трудности, которые встречают нас на том или ином новом месте жизни или служения, они не являются всегда свидетельством того, что мы совершили ошибку. Промыслы Божьи не всегда нам ведом, но мы знаем, что если мы пришли что-то делать и пришли ради Бога, то надо терпеливо нести это послушание в ожидании того, когда явится плод. Тогда душа наша будет питаться Богом и возрастать в любви Божьей. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова